Роль духовных управлений мусульман в единении российской умы. Этой теме была посвящена 15-я Всероссийско-научно-практическая конференция «Файсхановские чтения», которая прошла в Нижнем Новгороде. Чтения также были посвящены великому татарскому богослову Шигабаддину Марджане и не менее прославленному просветителю Хусаину Файсханову, а также 25-летию Духовного управления мусульман Нижегородской области. По традиции, мероприятие началось с чтения аятов Священного Корана. В файсхановских чтениях приняли участие представители органов государственной власти, религиозные деятели, исследователи, религиоведы, социологи, представители научной и общественной интеллигенции и другие. Открыл мероприятие словами приветствия заместитель председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации Дамир Мухигинов. Он подчеркнул важность сохранения единения, мира и добрососедства с другими конфессиями. За годы деятельности Духовного управления мусульман Нижегородской области эта связь только укрепилась, и религиозная организация в этом регионе стала образцом, примером для грамотно выстроенной работы. Ахамдулля, многочисленные структуры, которые порой подрывают единство нашей организации, носят деструктив, но благодаря мудрости, терпению, самообладанию наших аксакалов, мы действительно сберегли мир в регионе. И это смогло на сегодняшний день стать прекрасным заделом тому, что многие нижегородские имамы сегодня трудятся во многих регионах нашей страны и представляют Нижегородскую школу. Школу духовенства, школу науки, школу образования. В рамках фейс-ханатских чтений также прошел 6-й съезд Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Нижегородской области. В съезде приняли участие делегаты по одному представителю от каждой местной мусульманской религиозной организации для избрания председателя Духовного управления и его первого заместителя на ближайшие 5 лет. Я объявляю очередной съезд Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман Нижегородской области открытым. По итогам голосования в конце съезда были избраны новые составы руководящих органов Духовного управления мусульман Нижегородской области. На очередной 5-летний срок председателем Духовного управления единогласно был избран Гаяз Салихович Закиров. С тех пор, как я возглавил Духовное управление мусульман в 2008 году, это уже на третий срок выдвинули мою кандидатуру наши имамы, а также шейх, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации Равиль Хазрат Гайнуддин. Конечно же, за 25 лет очень много сделано, потому что начинали, можно сказать, с нуля. Если у нас в Нижнем Новгороде тогда, в 90-е годы, было всего 4 мечети в деревнях, и в Нижнем Новгороде был у нас молельный дом, за это 25 лет, алихамдулиллех, вы уже, наверное, слышали, что во время отчетного доклада я говорил о том, что у нас сейчас 57 мечетей. И плюс к этому у нас есть институт, у нас есть начальные школы, где преподается именно основы ислама, и у нас есть медресе Махинур, где мы уже выпускаем, готовим готовых имамов. За прошедшие годы работы в области появилось 20 новых имамов, построены 4 новых мечети. Начато строительство еще двух и отпраздновано 100-летие Нижегородской соборной мечети. Отремонтированы к юбилею силами верующих и властей. Все выступавшие подчеркивали межрелигиозный мир и согласие в Нижегородской области. Я хочу сказать, что в Нижегородской области, несмотря на то, что мусульмане представлены в ней, может быть, не в таком большом объеме, но, смотрите, 64 организации, более 60 мечетей, действительно, это все стало возможным в первую очередь, благодаря, конечно же, нашим нижегородским татарам, которые здесь проявили наибольшую роль в создании этих культовых комплексов. Хотел бы сказать о том, что правительство Нижегородской области заинтересовано в сотрудничестве с духовным управлением мусульман. Мы видим прекрасно, какую роль духовное управление играет в гармонизации межнациональных отношений, в становлении межнационального диалога. И мы, уверяю вас, будем всячески поддерживать организацию, будем вместе, я уверен, что проведем еще не одно совместное мероприятие, которое пойдет на пользу всей Нижегородской области и, в конце концов, всей нашей Великой России. На конференции также присутствовали представители традиционных религий. Свою положительную оценку также дал глава Нижегородской еврейской общины и отметил важность внутрирелигиозного сотрудничества. Тот факт, что вновь избрался председателем управления мусульман Гайя Сарехович, говорит о том, что постоянство мусульманской общины, мнение его является базирующим, фундаментальным. Это вот избрание, вот этот съезд является яркой, четкой программой, чтобы так и держать на будущие пять лет. Как вы оцениваете выстраивание межрелигиозного диалога? Наша область замечательная идет. У нас очень хорошо это идет. И он идет и продолжает. И вот мы уже готовимся к празднику единения. Все будем в нем участвовать. И все площадь единения будет заполнена всеми национальностями. И естественно, мусульмане будут идти, как всегда, в колонии. Кроме пленарной части, работа научно-практической конференции продолжилась в двух секциях на тему религиозной организации России и роль духовных управлений мусульман в сохранении и укреплении этноконфессионального мира в России. Темы, поднятые Хусаином Хаисхановым, это идеи представительного правления, реформы образования, местного самоуправления, развития науки и образования среди мусульманских народов, они очень актуальны. И за 15 лет мы во многом видим, что выросло целое поколение двухкрылых, то есть специалистов, у которых есть и хорошее, качественное университетское российское образование, но и одновременно мусульманское образование. Такие, как Ильдар Нуриманов, Ринат Ислямов являются примером воплощения в жизни той потребности в двухкрылых специалистах, о которых писал Хусейн Хаисханов. В рамках конференции также состоялась презентация изданий издательского дома Медина. Завершающая часть мероприятия была посвящена церемонии вручения наград Духовного управления мусульман Российской Федерации. Медаль мусульман России за заслуги наградить на Илюшу Абхатовну по Харметову. С огромным удовольствием я хотел бы передать эту награду от Мурсии. Ариф Тухаев, Медина ТВ